здравствуйте друзья 2 января вы отоспались немножко пришли в себя утречка и пойдем к мы вот утречком прогуляемся наши друзья нас ждут возле маяка а это все в санта круз происходит тут есть маячок на улице west cliff так он стоит и мы движемся в сторону маячка вот ты лично чтобы ты хотела пожелать людям которые смотрят наш канал смотрят это видео ну смотри конечно я бы хотел пожелать им роста какого-то у кого кому-то нужен финансовый рост кому-то нужен личностный рост кому-то что-то еще нужно семья семья да я бы пожелала всего хорошего вот в этих направлениях да а самое главное вот в чем хочется роста вот в том чтобы было да да идти всегда вверх только никогда не идти вниз куда бы лестница не шла а вы только вверх по лестнице я думаю что самое главное ну что же хорошее хорошее пожелание вот мы друзья движемся к маячку вообще света какое хорошее движение к маяку потому что маяк он не просто так он указывает направление вот и где бы ты ни был ты так вектор такой можешь движение определить по маячку вот друзья глядя на эту площадку вершина крыши дома у нас тут был один зритель когда увидел эту площадку он сказал что в российской федерации он написал так нельзя строить в комментариях он мне написал потому что сначала придут будут окурки бросать вниз а потом перепьются и сами по выпадают это негативно да это негативно вот я хочу сказать друзья чтобы вот мы когда заберемся на верхотуру до чтобы мы и сами не выпадали и окурками не бросались вы как бы восточный тост получился света как красиво и чтобы у нас был такой дом чтобы туда можно было залезть ой вот это лимон друзья вот это лимон ну-ка смотрим как у людей то бывает может и наш когда так разрастется даже не знаю лимончики то новогодний океан друзья приходит в себя после бурного отмечания нового года видите тихонько сил у него нет ни на что так он еле-еле катит дохлые волны свои вот и наш старый знакомый серфер который тут с доской примастился его местные энтузиасты норовят все время как-то так пододеть но вот сегодня он вот так выглядит детки катаются на досках тут много таких вот но таких досочек не на серферных вот хотя и серфингисты тоже присутствует видеть какая-то волна все-таки небольшая есть хотя знаете океан такое дело смотришь небольшая-небольшая потом как накатится опа-да опа-да а вот и маячок друзья это то что называется место встречи изменить нельзя будете встречаться с кем-нибудь санта-круз так вот и договариваетесь у маячка спрашивают друзья где люди на американских улицах а вот гуляют знаете вот там где люди гуляют там есть люди так вот место туристическая прогулочная друзья виктор да поздравляет вас с новым годом и рассказывает почему не красят в америке заборы потому что заборы сделаны из красного дерева из этого ну из секвой вот оно называется как разное дерево секвой это разновидности да и насколько я знаю их никогда никто не красить они не гниют они не портятся но я оставлю свои две копейки может быть это было очень давно так но современные заборы делаются из сосны я знаю это потому что я уже несколько заборов делала на участках своих так вот посты делаются вот эта темненькая это прессертрит так а вот эта беленькая это вот обыкновенная сосна там впереди заборчик мы сейчас посмотрим вот эти вот которые почему не красят скажи света потому что это дорого как дорого красить дорого да красить забор дорого тем более поддерживать усилим перекрашивать мы заплатили в лосалто с 500 долларов за то чтобы его поспрыгнули таким маслом чтобы как бы он не очень темнел целло 500 долларов ну реально действовало масло ну я не знаю может продали его но если красить кисточкой то это будет намного дольше а если они и так не гниют то зачем их красить ну они портятся гниют конечно но не так сильно не сильно не сильно пошли посмотрим на забор возникло предположение что это таки стеклое редвуд это не сосна это безусловно редвуд он розовенький друзья не знаю вы видите или нет но я хорошо вижу что оно слегка розовое его когда пилят там опилки красные ну такие красноватые это не сосна друзья это не сосна я подозреваю что поскольку у нас эти самые красные деревья растут в большом количестве да ты их даже дешевле здесь купить чем какой нибудь там сосну привозить с какой нибудь кода я думаю сосна дешевле конечно вот мы идем и думаем а почему вот забор сначала вот такой а потом бах и пошел частыми палочками может быть тут опасность упасть куда нибудь выше давайте глянем давайте глянем ой да сейчас мы сначала туда покажем так океан 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 так а там птички это правда мы туда не полезем друзья есть любители они через все заборы перемахивают мы перемахивать не будем просто посмотрим на птичек да а вот тут такое место что до обрушения мне кажется немного осталось только вопрос времени мне кажется обращаю твое внимание тут еще на интересную деталь это не гвозди шурупы это шурупы причем такие шестигранные шурупы мы прошли буквально там 20-30 метров и я вот вам показывает называется natural bridge такая дырка маленький пляжик да маленький пляжик сейчас мы отойдем немножко чтобы показать лучше маленький пляж вот он маленький пляжик хотя я не очень понимаю как туда спуститься вот у меня нет ответа на этот вопрос вот конфигурация нового забора вот как он раз так ушел от краешку и асфальтик оставил это я думаю хорошо говорит о том что есть опасения вот по поводу вот этого места мало симпатичного что-то есть вот в таком небе красивым и как оно в водичке отражается симпатично чик-чирик буквально только она что-то не говорит на чё птичка вот этот плакат друзья дословно если перевести он говорит так нет такой феи которая какашки подбирает поэтому вот сам убирай сам убирай за свои собачки вот смысл такой к многочисленным проблемам Соединенных Штатов друзья наши зрители добавили еще одну не красят заборы говорят в Америке не красят как жить в обществе с некрашенными заборами я отвечу покрась свой хочешь свой покрасить существенно что не запрещают вот если кто хочет свой забор покрасить можно покрасить вот посмотрите прямо на океан смотрят два многомиллионных дома один совсем новенький вот у него забор вот там он еще новый но вы видите что он не крашен вот а у этого заборчик постарше вот он вот он тоже не крашеный но уже такой постарше это норма вот вот и с этого тоже вот хорошо видно это дома в диапазоне что-нибудь там три миллиона и больше а вот тоже так далеко не самые дешевые домики подороже будет миллион четыре если не больше вот рядом с ним и посмотрите какой их разделяет заборчики друзья так что если вы хотите жить в доме который имеет вид богатый вот так должен выглядеть ваш забор это американская мода друзья не пользуйтесь устаревшими стандартами какое-то космическое напрашивается происхождение вот этого не знаю даже как назвать я не знаю матч не знаю надо ровно мороз но да вы вот так вот и подожди до покажи Вы видите, друзья, новую модель костюма для серферов и для купания в холодной ледяной воде. Вот мужик испытывает, пожалуйста. На испытание костюма, друзья, прибыл полицейский, который говорит, по что, мужик, на общественном пляже испытания проводишь. А возле маячка, друзья, свадьба. И вот мы видим справа от меня, проходит невеста. Видим, мы с папой. Хорошая такая невеста, молодая, симпатичная девочка. Вот она такая, красотка. Света говорит, давай невесту с лица снимем. Давайте снимем с лица. Да, видимо, это друзья жениха, а вот там девчонки с цветочками. Это подруги невесты. Как-то они не то чтобы сильно нарядились. Обычно, знаете, так норовят одинаковые платья для всех. Это все в бюджет ходят, мероприятия. Ведут, ведут девочку. Папу ее тоже так. Мог бы, конечно, пиджачок одеть, но ничего. Если ему жарко, пиджачок, конечно. Дело такое. Так. Я не понял, жених есть или нет? Да вот, он стоит синим, синим пиджаки рядом с ней. Вот этот. Ну ладно. Будем считать, что это жених. А кто говорит? Bienvenidos, ciudad, gracias. О, понимаю. А тут у нас, друзья, фотосессия. Еще парочка, вот, пожалуйста. Так, и такие мужики симпатичные снимают хорошими камерами. Вот мы с некоторой другой позиции. КОЛОМью. ГОВОРЯТ! КЕВИВА! КЕВИВА АНЯМАЯ! КЕВИВА! 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 Продолжение следует...